ПОДМОСКОВЬЕ Подмосковье – это регион с уникальным туристским потенциалом. Здесь находится почти 6 тысяч объектов культурного наследия, более полутора тысяч храмов и монастырей, 320 усадеб, 23 центра народных художественных промыслов. Маршрут подмосковной истории – это незабываемое приключение на три дня и две ночи. Это живая история, которую можно потрогать и попробовать. В музее-заповеднике Мураново можно побывать на усадебной кухне, узнать, чем тельное отличается от антроме, а потом поиграть в крокет. Абрамцево Здесь гостил Гоголь, писал Аксаков, творили Серов, Врубель и Нестеров. В усадьбе можно оказаться на месте, где позировала знаменитая девочка с персиками. Туристско-рекреационный кластер «Сергиев Посад врата Золотого кольца» включает в себя ансамбль троицы Сергиевой Лавры, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Для древнего храма этой обители Андрей Рублев написал свою знаменитую троицу. Музей фабрики «Богородская игрушка» – это не только знакомство со старинным народным промыслом, но еще и увлекательный мастер-класс. Дмитровский Кремль, если смотреть с высоты птичьего полета, имеет форму сердца. Главный собор здесь возвел итальянский архитектор Оливис Новый, построивший до этого Успенский собор в Москве. Николо-Пишножский монастырь был основан учеником Сергия Радонежского, преподобным Мефодиям. Вязовую аллею, ведущую к обители, по преданию святые посадили лично. Музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блоков-Шахматова. Здесь можно прокатиться на лошадях или посидеть на диване из дерна, который когда-то сложил сам поэт. Мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину – старейший в России. Вся обстановка здесь сохранена со времени жизни великого композитора. В музее Клинское подворье можно понаблюдать за завораживающим процессом создания елочных игрушек. Туристско-рекреационный кластер «Русская Палестина» – это общее историко-культурное пространство, в которое входит музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Музей-усадьба Архангельская еще сто лет назад называлась подмосковным Версалем. Здесь гостили все императоры, правившие в XIX веке, и даже будущий канцлер Германии Отто фон Бисман. Проехать по маршруту подмосковные истории можно в любое время года. Мы всегда рады гостям и готовы ярко и увлекательно показать все богатство Московской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова